какие у нас успехи а вы у нас это про кого про вас лично ну зачем вам мои успехи а где откуда у вас день вы откуда я из канзаса канзас а с какого города канзас сити в канзасе да ну просто просил уточнил не я хотел уточнить а вы так не ответили а вы откуда а я с питера на данный момент отлично о чем общаетесь обо всем об канзасе например давайте давайте вы были в музее или это тушки нет не хочу а потому что я тут много работы то есть в америке надо много работать работать надо везде чтобы заработать согласен я считаю что у да только люди которые ноют и мечтают о каком-нибудь да чтобы западе крустальных и что-то ничего не да 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 вот мы вот вот уйдем евросоюз и заживем нет это неправда не никуда не уйдем надо просто работать согласен с вами но сейчас посложнее так как располагаем можно на украине зарабатывать в гондурасе даже может заработать да понял а вы с украины до изначально нет я из россии откуда воронеж да ладно прикольно а я из владивостока сам тогда я жил на камчатке петропавловск-камчатский уроженец волгоградской области просто город выездной из россии было воронежном камчатка не владивосток но тем не менее дальний восток ну чё там как чё там сейчас в америке то как говорят это самое совсем все подорожало да очень подорожало понятно но реалы недвижимость все очень дорого стоит машины очень подорожали я вот никому не могу объяснить и в россии что в америке сейчас трудно купить машину мне никто не верит вот так как я занимался машинами вот не правда машине машину здесь идеи покупают не но вы же вы знаете что даже на дилерская теперь особенно так скажем на популярные машины надо как говорится какое-то делать сверх сверх цены еще вам могут накрутить что а раньше было когда ты приходишь покупать машины машина здесь ничего не стоит купить ну прекратите чего врете я машинами я столько лет отгонял гонял машины из америки и на данный момент чтобы купить допустим какую-нибудь ну не знаю допустим тундру а вот это самое 10 тысяч что 10 точно не врите чё врить тундра до трехлетняя тундра 10 тысяч до на вот обычная двудверная 10 тысяч я проезжал я еду на работу каждый день у меня вот эти вот ну какого года это тундра 10 тысяч я говорю про машину вы наверно забыли что машина должна быть чтобы ее отправить от 3 до 5 лет то есть трехлетняя ну какая разница чё трехлетняя трунда 10 тысяч стоит но зачем вы мне врете ну 30 летние до 10 тысяч не не прав не ночи 11 12 года мы говорим про машину 12 лет который 11 года ну вот ну так а чё само собой и пробега на ней будет 1500 а так то если вы это самое берем трехлетнюю тундру какую-нибудь или неважно вот ну я говорю просто про машины которые обычно отправлялись в россию они отправлялись какие те которые не производились в японии допустим вот я с владивостока до тундры не делает поэтому естественно заказывают тундру из америки не тундру а вензу ну и вензу то же самое ну и что пенс надо переплатить чтобы ее купить чё разве нет да да и сколько венза выйдет да причем тут сколько я про другое хочу сказать а раньше ты приходишь до этого всего бардака тебе еще скидывали чтоб ты купил так ведь а теперь ты приходишь чтобы купить машину я тебе накидывают я просто не пойму о чем вы говорите вообще я об маркете автомаркете в америке которые сейчас творится на данный момент но машины подорожали да и что с какого всегда дешевели а тут раз подорожали и недвижимость подорожала и вообще в америке так это значит что это инфляция инфляции что ну это значит то что вы когда-то копили копили деньги сохранили 10 тысяч чтоб купить тундру а теперь получается не хватит этих денег чего не хватит денег на что на что нас те же стройматериалы на из которых вы хотели дачу себе построить да нихуя не хочу строить дачу и тундру и а вы образно можете мыслить или вы там как в америку уехали все образно образное мышление отключилась я не пойму просто о чем говорить об инфляции что это страшная тема конечно страшная я инфляцию прошел еще в девяностых iphone 13 про что 256 ну и что еще долларов и что неделю работы ну и что а то есть вам всю неделю не надо не есть не пить неделю до просто неделю работы а не есть не пить вам не надо машину не надо заправлять россии у меня электрическая машина тем более россии сто тридцать штук и что пока строитель получает какой довод ну и что то есть вы так вот этим гордитесь что у вас айфон член не поверите в россии в россии наверное айфонов больше чем у вас мало того я больше могу сказать у вас в канзасе у вас в канзасе лексусов ездит гораздо меньше чем в любом среднем городе россии у я блин я вообще показал не на чем не можете показать айфон еще один айфон и чем короче в сша либерти дэй короче каникулы длинный я из канзаса лечу в лас-вегас лечу а потом в калифорнию у меня маленький каникул ты блять придурок ты можешь себе позволить куда-нибудь полететь я не знаю из питера вас вегас на камчатку да в лас-вегас я могу себе позволить летать давай когда увидимся ну давай попозже как-нибудь уверен в лас-вегасе буду завтра боюсь ты не успеешь нет не успею но я не могу это самое посоветовать куда сходить в лас-вегасе куда ну в зависимости что ты любишь что ты любишь я люблю проституток и уже в лас-вегасе не найдешь особо ну сколько тебе будет стоить проститутка в лас-вегасе сколько нету таких цен в лас-вегасе успокойся за 100 долларов она тебе только приедет и потом тебе скажет ну а теперь плати пару тысяч знаю знаешь да был был ладно хорошо аэропорт где находится какой маккарон велись в лас-вегасе маккарон аэропорт ну да где в лас-вегасе и находится ну да прямо в лас-вегасе и находится говорю прямо в центре прямо в центре что вы там там блин что вы так становитесь какими странными этими самыми иммигрантами то все ненавидящие в россии все какие-то хрустальные замки это не скажу плохого а питер вообще прекрасно этот последний раз был в питере и теперь никогда и не зря приедь особенно ну только не надо сейчас уже сейчас уже холодает приедь в июне в июле обязательно пойди на развод мостов ты можешь ты американец ты сможешь себе заплатить 50 долларов и плюс а там в июне в начале на лая паруса я боюсь дорого тебе американцу будет тебе американцу будет очень дорого быть на алых парусах и очень красиво как бы выбухивают миллионы ну так вы видишь как плохо в россии бухивают миллионы а все кричат в россии плохо все загнивает россии хорошо определенным группам людей ну а проводить такие такие фестивали это что для двух трех человек что ли делается людям нужно или хлеба или зрелищ ну ты знаешь как то здесь совмещают и хлеба и зрелищ питере возможно ну почему только в питере москве тоже а чего владивостоке нет что ли во владивостоке что а во владивостоке тоже алая паруса тоже этот остров змеиный или как они остров русский русский остров на не имя да это а еще как у владивостоке есть прекрасный праздник день тигра амурского но какого еще да я знаю ну вот я очень советую тебе побывать на этом празднике не рождение лет 58 а может в россии я не буду почему я не могу у тебя нет грин карты а чё так я через мексику она чё надеешься ну ты как получить грин карту выйдешь замуж не не нет и это ну если ты не в теме у меня есть адвокат который этим адвокат это тогда круто да я помню мне один человек сказал если ты хочешь что-то либо в америке первое никогда не обращайся к адвокатам второе бики беги от адвокатов третье соблюдай свой статус ну вот смысле это точно статус соблюдай тут ценится твое слово слово я другое то что если вы въехали по статусу то не прощелкайте его или меняйте или как говорится ну не просрочите его не потому что как только ты просрачиваешь статус нахожусь законно я ничего законного не делал понятно ну у меня знакомые кстати которые его я лично знаю он 22 года вот ждал грин карту очень может быть да удивился что ему все таки далее и еще один есть знакомый который живет во флориде сережа по-моему у него до сих пор документов нет с 90-х годов е-мое я не знаю это значит распиздяем дело в том что статус иногда люди сами себя как говорится гробят особенно когда верят адвокатам и тому подобное понятно чё еще а почему именно в канзасе то тем более если вы не были в музее татошки и или я даже не знал что это существует такой музей вот видите мне приходится вам из питера человеку который из владивостока есть такой да музей визар то вас он у вас называется они волшебник из умрудного города вот там есть музей а еще когда там будет там есть винодельня обязательно купите себе вино желтая дорога называется я вообще в калифорнии лечу вот и вот там классный в калифорнии калифорнии наверно самые классные вина если на тупо на по это наверное одни из лучших зачем же я вам получу посоветую выше сан-франциско есть такое место а рашин ривер есть есть такие да я а вы знаете что на рашин ривер винодельня дэвида кавердал а знаете кто такой дэвид кавердал вокалист группы deep purple потом вокалист и соответственно лидер группы white snake белая змея вот он там вместе со своим другом держит винодельню у меня всегда была мечта вот как говорится туда добраться и купить бутылочку white snake у вас мечта я я доеду ну когда я боюсь что я завтра улетаю 7 вылетаете я сорвались этого мне сан-франциско я я в сакраменто а вы в сакраменто сакраменто то чё там делать господи боже мой у меня по носу суд да а там и адвокат там и суд а вы что идете по религиозной теме нет я по политической теме убежали от страшного режима путина нет мне реально угрожали понятно ну теперь то вон у вам сакраменто могут бошку свернуть там украинцев то кучу только скажите что вы русский ничего все нормально да ладно он все 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 магазины переименовали ну что на просто говорю что мне скажут украинцы скажут например это самое скажи полынится полынится ну вот тоже добрый разумеешь украинскую мову шо я нет шо ты баффары дурный гаву говоришь як цепь капец да ну чё могу сказать нормально тогда что вы уехали назад не собираетесь нет а чё ну в россии перспектив больше чем в америке нет в россии можно быстро разбогатеть и можно быстро и в америке также чё не так нет в америке нет в америке налога богатеешь только богатей ждут до очень богатым стать очень тяжело так и тогда в чем прикол девчонки что ли лучше так они там все страшные мире не знаю я тут девчонку одну волна украинка конечно кто там там если нормальная девчонка она или русская или украинка но в основном украинки русских то сам знаете там мало да в основном то кто там украинцы а сейчас кстати в нью-йорке насколько я так понимаю этот самый узбекистан я до того побережье еще не добрался я только калифорнии и сколько в америке полгода а полгода так вы не полгода турист выучи марк марки я а это я думаю раз месяц чекчень про америку расскажет а чего такое полгода полгода это турист полгода это да ну хорошо ладно будете у нас в лас-вегасе могу посоветовать чего обязательно зайдите изначально в старый даунтаун фримон стрит обязательно побывайте вот пробежитесь по всем делам имеется ввиду по центру ну и а где будете останавливаться в лас-вегасе не я переездом по следу сам проездом да я чисто перелет меня лас-вегас сакраменто а вот назад я хочу вас вегасе остаться где будете останавливаться я не знаю но но с точки зрения цена-качество имеется качество хочу мне без разницы я хочу вот эти фильмовые моменты ну допустим так а там центр там одна улица которая вот этот я не помню треугольный вот этот как он называется вы хотите в лаксории остановиться наверное да ну в принципе своеобразное казино своеобразный отель там это как его стенка с одной стороны под наклоном так как эта пирамида не менее вот который вот такой вот ну ладно без разницы это остановиться и салат ну кстати это самое как его изначальная идея правильно лаксор или экскалибр там не дорого и в общем-то приемлемые цены и это самый центр если вы конечно ломанетесь беладжио то там конечно круто но там дорого блин 150 где-то беладжио подороже подороже если будут деньги сходите их беладжио на шоу о это стоит 250 300 долларов но вы не пожалеете это что это там где фонтаны а шоу естественно шоу само шоу она внутри на него надо купить билетик советую покупать билет именно по центру но желательно даже может быть не совсем близко так знаете хотя бы так ряд от 10 по 20 если получится вы будете в полном шоке они свое время потратили много много миллионов на эту сцену которая превращается тут же из сцены в бассейн и так дальше и так дальше там кстати работа серку с десолей там почти все серку с десолей почти все шоу в вегасе серку с десолей это уже как говорится их не чуть ли не монополия но из всех шоу очень сильно выделяется о и лариф лариф это в казино вин ну я все равно на о предпочел чем лариф thank you welcome спасибо давайте держитесь там а куда держаться о я поражаюсь этих туристов тушью ночи как-то это повезло ему через мексику прорвался но не знаю повезло повезет ему или нет на то что его адвокаты разденут на всю катушку это я обещаю блин забыл спросить если у нее этот самый чем туда уехал может потому что урбич хотел купить если урбич не хотел купить там то чаще в америку поехала не понимаю да и вообще зачем ехать в америку если урбич можно купить зайдя ссылку по описанию все компания миролат производит урбич с 2015 года так как усвоение полезных веществ таком виде в разы лучше чем в любом другом переходите по ссылке в описании и заказывайте миролат урбич отличные вкусные десерты одновременно подойдут и как полезный перекус как средство общей профилактики вашего здоровья и рубич у вас кармане всем остальным понимание и всего хорошего